Всем привет! Вы на канале Diffy. Это новый ролик по игре Drag Racing уличной гонки, в котором мы будем строить мой новый и основной проект, на который я буду тратить все ресурсы, которые буду заполучать. Этот проект прямо перед вами. Это BMW M3 в кузове G81 Touring. Вы знаете мою любовь к BMW, а особенно к таким вот моделям. Что мы будем делать с этим автомобилем? Как видите, он немножко вкачан и вкачан даже неплохо. Есть немножко вложений в чертежи, есть вложения в детали. Тут стоят все детали, что необходимо. Но что же будет меняться? Сегодня мы сделаем из этого автомобиля проект VL уличный. Для этого мы заходим в автосервис и подготавливаем корпус и двигатель. Двигатель мы возьмем от пятерки, ну а кузов мы, конечно же, берем от тройки. В общем, я думаю, получится очень интересный проект, суть которого вы узнаете немножко позже. Все, что я попрошу вас сделать, это поставить этому ролику лайк в качестве поддержки. Также, если у вас есть какое-то мнение о видео, о предложениях, о вообще всем, или вы просто хотите со мной пообщаться, жду вас в комментариях. Ну и давайте приступать к работе. Для начала поставим каркас безопасности L-класса за 18 тысяч монет и приступим к сборке всех необходимых деталей. Все детали у нас есть, у нас есть вся электроника. Я перед роликом это все проверил, закупился. И сейчас нам осталось просто напичить автомобиль этими деталями. После чего вставить сюда двигатель. И пока я это все буду собирать, расскажу основу, идею, вообще, что я хочу делать с этим автомобилем. У меня на аккаунте есть всего лишь 4 таких автомобиля, которые я прям скажу, что ценю. Это BMW 4 серии M440i в G-Customе. Этот проект максимально был затратным для меня, это мой первый фулл-сет автомобиль. Также есть ПЖО 406 на моторе от Вайпера, тоже полностью вкачанное. И BMW M5 2013 года V-Customе. Но это кастом, а я хотел делать уличный. Это не будет просто, что проект уличный, мы просто вкачали его по чертежам, и это ФЧ. Нет, мы будем собирать сеты. Да, этот процесс будет, скорее всего, долгий, длительный. Но я постараюсь для вас это собрать все в один ролик и уже после выложить на канал. Почему? Потому что не вижу смысла каждое изменение там записывать. У меня есть сейчас какое-то определенное количество ящичков, мы их откроем. И попробуем что-то уже сегодня собрать. Но основную массу вы увидите немножко позже, это заранее вам скажу. И уже после того, как я сделаю этот проект, мы сюда еще поставим нитро обязательно. Я его настрою и буду пытаться на нем забираться в топ. Это вот основа, которая должна меня туда завести. Сейчас мы делаем вот из заготовки основу, которая будет у меня как бы... Мой первый автомобиль, вот везде. Вот все мои задачи. На развесовку у нас сейчас нету коронок, но мы на них и не смотрим. Потому что в этой серии мы настраивать автомобиль не будем. Повторюсь, почему. Я не люблю настраивать автомобиль, который еще полностью не сделан. Потому что потом придется его перенастраивать. В этом смысла такого нет. Потому что сейчас я могу погонять на пыжохе, на бэхе. Так что сейчас тройку трогать не будем. Пока что мы ее просто вот прокачиваем. В данном случае мне надо заново вкачать двигатель. Что я в принципе мог и не делать. В тот раз мог его упустить. Не тратить еще раз 2000 баксов. Сэкономить, так сказать. Но я для вас, честно, хотел записать ролик, где прокачиваю этот автомобиль. Изначально в фэче в стоке. А уже после его переделать. На сетах в уличный. Но что-то пошло не так. И я его как бы начал делать. Не закончил. Материалы потерялся кусочек. Я такой думаю, нет. Этот ролик я для вас не буду вылаживать. И решил записать для вас вот в это. Что вы сейчас видите в принципе. Да, на канале там много контента сейчас не появляется. Вы уж простите. Но все идеи, которые вы можете мне накидать. Посоветую, что для вас отснять. Оставьте, пожалуйста, в комментариях. Буду стараться для вас что-то такое вот подобное снимать. Но в ближайшее время это будет контент, посвященный новым автомобилям. Которые будут появляться в игре. И конкретно вот этой вот бэхе. Сейчас она выглядит вот так. Это уже со вкачанным движком. Что еще мы сделаем? Мы сегодня еще вкачаем немножко чертежи. Уберем вот эти вот все желтые. Прямо сейчас мы их и прокачаем. А также вкачаем некоторые оранжевые. У меня есть немножко миллионов. Можно закупить с оранжевыми чертежами. Но те пару миллионов, что имеется толком на общую картину, то и не повлияют. Сколько? 4 900. Ну, грубо говоря, 5 миллионов. И 5 миллионов это 3 несчастные детали, которые мы можем сделать. Получается, еще раз. 5 мультов, 3 детали. Вот. Вот, остаточные. 5 мультов, 3 детали. Посчитайте вообще, вот приблизительно, сколько нужно потратиться, вот, чтобы полностью закрыть вопрос с чертежами. Это очень большая сумма и просто так ее не насобираешь. Сам автомобиль стоил 7,5 миллионов. И для меня это было потрясение. Почему так дорого? Вопрос возникает до сих пор. Автомобиль, как таковой, не едет в стоке в топ. И кузов не прям вау, чтобы там его куда-то использовать под все проекты. Поэтому для меня личная загадка, почему такая вот цена. Дорого, как по мне. Да, и к модельке можно придраться. Мне не все обвесы нравятся на этом автомобиле. Мне в целом не нравится, как он прорисован. В целом, довольно-таки реалистично. Но вот передний бампер, задний, по цветам, они вообще не попадают в общий цвет автомобиля. Палитра совсем не та. В жизни такого нет эффекта. Да, если вы видели настоящую тройку вот в жизни, в кузове G81, то такого, ну, нету там. Просто нету. А в игре вот оно как-то выделяется. И лично мне бросается в глаза. Но это лично мое мнение. Своё мнение насчет этого автомобиля вы в целом можете тоже оставить в комментах. Мне будет интересно почитать. У кого есть, у кого нету. Разумно ли его покупать, что за с ним делать. Да и в целом. Ну, а я сейчас вот на те чертежи, что у меня были, я прокачал вот эти вот детали. Вообще, нужно было бы начать по-хорошему чисто с облегчения. Потом, наверное, перейти на мощность, а потом уже на зацеп. Потому что зацепа изначально в этом автомобиле хватает. По ящикам. Давайте еще купим 4 ящика. Город зеленых книг. Да, это тот сет, который я хочу собрать. Город зеленых книг, ГЗК. И это будет как бы наш приоритет. У меня вот есть небольшое количество. И из этого количества хотелось бы получить 3 желтых ящичка. А то и 4. Но 4 это уже заоблачно. Хотя бы 3. Откроем синенькие. Из этого количества синеньких очень маленький шанс, что что-то выпадет. Но, тем не менее, открываем. По затратам на вот открытие ящиков, не знаю. Может быть, проще просто накопить баксы и за счет модов крафтить. Может быть, дешевле все-таки будут ящики. Оно раз на раз как бы тут не угадаешь. Чисто рандом. И тут выбор как бы каждого, кто что для себя решил, тот то и делает. В моем случае, так как я блогер, мне нужен контент. И я, скорее всего, буду открывать ящики. Но, опять же, сколько понадобится времени, чтобы насобирать. Нужно количество баксов, чтобы за один ролик закрыть вопрос с этим проектом, мне неизвестно. Да и сейчас как бы нету прям много времени, чтобы играть. Поэтому, будем постепенно собирать. Если вдруг у вас есть желание мне помочь, есть такая возможность. Вы можете задонатить по ссылочке в описании или стать спонсором канала. Или, в принципе, просто закинуть донатик на этот аккаунт. И я для вас засниму классный ролик. Но, опять же, это если у вас есть такое желание и возможность. Никого ни к чему не призываю. Просто мысли вслуг. Две детали накидываем, но первая стадия требует четырех. Четырех у нас нету, поэтому у нас пока нулевая стадия сета города зеленых книг. Так. Всего нам нужно 28 деталей. И проект готов. Будем его настраивать. А потом уже, наверное, будем делать всякие стейджи и различные другие проекты. Пока что три тысячи две лошадиные силы на тонну. Но, если сделать вот так вот, то будет три тысячи двести двадцать семь. Пока автомобиль примерно настроен так, чтобы просто ехал, просто катал иногда гонки, автогонки. Просто, чтобы мог проехать дистанцию. Нужно оставить развесовку, нужно доделать все то, о чем я вам говорил. И тогда уже будем настраивать его конкретно в топ. И у меня есть огромное предчувствие, что этот автомобиль вполне туда может попасть. Давайте сделаем заезд на время, чтобы посмотреть, сколько пока что едет данный автомобиль квотера. Посмотрим на время. Точнее, даже не квотер, а два квотера. Сейчас узнаем. Опять же, греем резину для более точных цифр. Зацепа нам вполне хватает. Я даже, как бы, не делал очень низкое давление, потому что реально зацепа много. Первый у нас на двухста практически. Все остальное мы крутим до девяти с половиной тысячи оборотов. Четвертый до отсечки. Видим, что вперед нужно играться с подвеской, с прочим. Но, тем не менее, 9 секунд, 14 сотых и скорость практически 500 км в час. Хорошая цифра. Мне нравится, как едет этот автомобиль уже. Но мне не терпится увидеть готовый результат, который у нас будет в будущем. Очень нравится этот автомобиль. Надеюсь, этот проект вам тоже зайдет. Попрошу вас еще раз поддержать этот ролик лайком, чтобы продвинуть его в топы. Поделиться своим мнением в комментариях. Ну и, надеюсь, до скорых встреч. С вами был, как всегда, Дефи. Спасибо, что посмотрели. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok